где неоднократно бывал молодой рихтер. У этого рояля Слава и присел в 44-м году. Война еще не была кончена. Иногда у нас была картошка. Тогда здесь же я ее и варила на печурке. Иногда исчезало электричество. И тогда эта же печурка служила освещением и для меня, и для пианиста. В своей работе в этой комнате Слава казался мне попросту неутомимым. Портрет, который я со Славой писала, в том, как я приступила к этим очень быстро двигающимся славянным рукам, я уже кое-что из парижского тренажа применяла. Теперь, однажды Слава, который привык уже ежедневно у меня появляться, пришел с перевязанной левой рукой. Он сразу начал скучать. И я вспомнила, что по его словам в детстве, примерно до 8-9 лет, он много рисовал. Настолько хорошо, что даже на некоторое время являлось вопросом, отчего, собственно, он более способен, к музыке или к рисованию. Поэтому я смело подсунула Славе пастель и несколько бумажек. С натурой он почти никогда ничего не рисовал. Вот почти единственное. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.